Начнем сразу с рывков и прорывов. Дачников ждут новые штрафы в этом году. Теперь за мойку и ремонт автомобиля на территории СНТ. Размер штрафов от 3 до 5 тысяч рублей. Если же выяснится, что вы еще и почву загрязнили, когда мыли свою колымагу, свою почву возле своего домика, плюс 10 тыр. Так что по десятке вам, граждане. По десятке на душу населения. Но это еще не все. Кроме того, штраф придется заплатить за неправильную установку уличного туалета и колодца. Первый должен быть расположен не ближе 12 метров от хозпостроек, второй не ближе 8. Яма должна быть герметичной. Если оно не так, еще от 3 до 5 тысяч в качестве штрафных санкций. Отдельно за нужник, отдельно за колодец. Жарить шашлыки и сжечь мусор на открытом огне также теперь нельзя. Без соблюдения определенных противопожарных мер. Там уже речь о двадцатке. Про грибы в курсе. Да, лям. И даже реальный срок до 9 лет, если вдруг окажется, что вы какой-то краснокнижный гриб по незнанию срезали. Классно же. Сходил такой в лес за грибами. В итоге на курорт загорать уехал на несколько годков. Ну, не думаю, что у любителей прогуляться по грибы лишний миллион где-то там завалялся, дабы простым штрафом отделаться. Результат в таких случаях это посадки в тюрьму. Где посадки? Но главное, друзья, помните, это плохое, злое НАТО спит и видит, как бы вас ограбить. Не дай бог придут последние трусы от него. То вот благодетели из Кремля эти-то последние подиш оставят. Реальная журналистика. Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке. Поехали. Ну и как обещал, продолжаем тему, поднятую в прошлой программе, заблокирует ли в России YouTube. Кто не видел первую часть, посмотрите обязательно. Для всех остальных напомню просто, на чем мы остановились, а на всеобщем заблуждении о том, что кремлевская пропаганда ограничивается лишь федеральными СМИ. Давайте память освежим. А почему вы решили, что Соловьев, Киселев, Симоньян, Гоблин, Лебедев – это и есть все путинские пропагандисты? А знаете ли вы, что у нас в стране насчитывается аж 86 регионов по состоянию на январь 22-го год? И в каждом из этих регионов есть как минимум один телеканал? Какое-нибудь областное телевидение или там республиканское? Кроме того, в каждом уважающем себя городе, муниципалитете, а этих вообще сотни, тоже работает какая-нибудь телестудия, какое-нибудь анфиоинформагентство и прочее бла-бла-бла. И у всех у них есть свои страницы на YouTube, вы не поверите, с десятками и даже сотнями тысяч подписчиков. И судя по комментариям под данным роликом, не все поняли, что я имел в виду. Давайте тогда еще более простым языком. Вот смотрите. В Кремле издали какое-то распоряжение, например, обеспечить явку на выборах. Или нужные цифры по мобилизации. Мобилизационному призыву в смысле. Или исполнение санитарных требований на время пандемии. Все это должны обеспечить чиновники на местах. Мэры, губернаторы, депутаты местных ЗАГС собраний. Ну а кто еще так? А как эти прекрасные люди должны коммуницировать с народом, не подскажете? Ну не по квартиру, но же всех обходить или с гинку танцевать? Сходи на выборы, Ваня! Иди служить по контракту, Петя! Бред! Вот. Вот для этого главным образом и существуют муниципальные и областные СМИ. Через них люди получают информацию, которая касается непосредственно вот этой деревни. Этого района, этого города, региона, в котором человек проживает. Плюс, ну, пропиариться же тому же губернатору или мэру необходимо где-то. Без этого никак. В ходе рабочего визита в Старорусский район губернатор Сергей Митин также встретился с населением райцентра. Мэр Братска Сергей Серебренников принял участие в региональном совещании по вопросам реализации национальных проектов в Иркутской области. Соблюдение прав и законных интересов детей стало одной из тем, рассмотренных депутатами на очередном заседании Законодательного собрания автономии. Ну, я не знаю, я не удивлен. Однако напомню, что с 2019 года вся Россия перешла на цифровое вещание на цифру. В общем доступе оставили только 20 конкретных телеканалов. Региональные же и муниципальные телестудии остались, по сути, без эфира. Бестолковые путинские чинуши, как всегда, не подумали головой. Сначала сделали, а потом удивились от того, что сделали, хотя вещатели и кричали «Путин, помоги!» Что ж мы теперь делать-то будем? Почему городское телевидение не может отвечать цифровому дефлексию? Конечно нет. А что вас отключают от цифры что-нибудь? Нам не дают эту цифру. А, не дают чисто? Да. И городские телекомпании готовы участвовать в конкурсе, в государственном конкурсе. Через нашу федеральную конкурсную комиссию, через СТОКК. Хорошо, поздравляемся. Это компания, которая годами прошла... Я понимаю, да. Это для меня неожиданно совершенно. Обязательно поговорю. Спасибо, хорошо. Об этом в правительстве, в администрации, с теми, кто этим занимается. Дискомфорт! Проблема, однако, так и не решилась. Единственное, что смогли сделать постфактум, позволили регионалам вырезаться в эфиры общественного телевидения и ВГТРК, но там очень маленькие окна. Час-полтора в день и коснулось оно в основном крупных областных телекомпаний, а вот муниципальные пролетели, как фанера над Парижем, поэтому спасали себя уже сами. А сами, как те утопающие, кто в кабель пошел вещать, кто в интернету, главным образом, конечно же, в YouTube. Вот я и говорю. Если сейчас YouTube заблокировать, эти мелкие муниципальные СМИ вообще безо всего останутся. Будут показывать только вон, в здании местной мэрии, и как тот мэр должен будет на электорат-то воздействовать, глашатая по окрестностям рассылать, как в каменном веке. ЖИТЕЛИ СКАЗОЧНОГО КОРОЛЕВСТВА Ну, с этим разобрались. Теперь давайте обсудим другую забавную байку о создании альтернативной площадки своей скрепной. Простой вопрос. Вы реально верите, что кто-то ее вообще создаст? У нас здесь! Ну, давайте снова на пальцах. Последние несколько лет данную задачу пытались решить в «Газпром-медиа» посредством полумертвого Рутуба. Особых прорывов в этом направлении не случилось, как ни старались. Сколько денег в этот унитаз не спускали, но... Полный провал предприятия признали в конечном итоге даже прокремлевские пропагандисты. Вы говорите о чем-то феерически интересном, но не относящемся к реальности. Товарищи, коллеги, друзья, наша сегодняшняя трансляция, которая велась в Рутюбе, в Рутюбе 30 раз упала. 30 раз упала. Мы о чем говорим? Мы говорим о глобальных цифровых показателях, которые мы сами же не можем пока обеспечить. Ну ничего страшного! Недавно поучаствовали в дележке того же самого пирога, я все про создание альтернативы Ютьюбу. Подключилась другая дочка «Газпрома» – компания «Сагаз», которой выкупили Mail.ru групп, ВКонтакте, Яндекс.Дзен. Ну и у них тоже пока особых успехов на данном направлении не наблюдается. Больше скажу. Лично мне сдается, что ВК этот проект тоже провалят. Минуточку! Будьте добры помедленнее! Я записываю! Начну издалека, но с очень глубокой цитатой, не поверите. Алексея Анатольевича Навального, она «Коррупция готовы». В России воруют не так уж и много, у нас другая проблема. У нас на каждый украденный рубль приходится 5 профуканных. Это то, о чем я, кстати, говорю пару последних лет практически в каждом выпуске. Беда нашей страны именно в том и заключается. У нас ведь ключевые посты. Где бы то ни было, занимают бездари, безголовые, неразбирающиеся ни в чем люди, которые в состоянии лишь пыли в глаза напускать вышестоящему начальству, да бабло распилить или кто-то этого не знает. Во всем виноват Алексей Навальный. В прошлом выпуске вскользь это затрагивали. Многие мои коллеги купились на информационные вбросы в Москву прибыли. 42 айтишника из Китая, которые должны помочь с блокировкой ненавистного Ютьюба. Да-да. Во-первых, лично я действительно считаю данную инфу фейком, вбросом. Хотя бы потому, что появилась она на одном единственном ресурсе в телеграм-канале «Октагон». Больше гон, чем «Окта», по-моему. Во-вторых, и это важнее, да хоть 142 айтишника из Китая сюда пригони. Хоть самого Иисуса Христа ничего они не сделают. И знаете почему? Да потому, что руководить-то ими будут кто правильно. Козлоухие недотепы, которые все равно все сделают по-своему и похерят любое дело. Всю суть этого эффекта буквально в двух словах изложил один френд в Фейсбуке. Причем сделал это так изящно, что я не могу этим не поделиться. Эффект Даннинга Крюке, рассказал он, это когда долбанебы не могут понять, что они долбанебы. Потому что они долбанебы. Это ж подавр! Хорошо, давайте на конкретном примере. Две недели назад ВК провели образцово-показательную пиар-акцию с бывшими ютуб-блогерами из юмористического проекта. Что было дальше? Суть? Ну, типа они переманили этих блогеров к себе на площадку. И в первые же сутки Рорик Мальчишей набрал аж 50 с лишним миллионов просмотров. Кому вы парите мозги? Изгюзми обоски. Козюсь! Вот и я тогда об этом же подумал. Где ВК и где 50 миллионов просмотров? Для этой площадки такой трафик нереален. Даже с учетом того, что ВК подключили весь кремлевский медиаресурс. Из каждого утюга в тот день данную историю пиарили. ВК всех своих СММщиков подключил. И все равно. Пришлось в конце концов прибегать к накруткам. Я просто наблюдал за всем этим в режиме онлайн и видел. Как растут те миллионы просмотров. А остальная статистика. Лайки, комментарии продолжают стоять на месте. Так не бывает. Плюс 5 миллионов зрителей. Никто лайка не поставил задрипанного. Ничего не захотел написать. Не смешите мои тапочки. Делается все так. По принципу такого компота. Берут там всякую разную муть. Чушь всякую собирают. К тому же давайте на другую страницу зайдем. Этого же лейбл.кома. Там же ВК, которую они чуть пораньше создали. И куда заливали видео, скаченные с Ютьюба. Вот она. Идем как раз в раздел видео. Да не пахнет тут никакими миллионами просмотров. Даже близко. 200 тысяч вижу. 250 вижу. 300. 500. Ну вот да с Харламовым. Полтора ляма ролик набрал. Но это все равно. Далеко не 50. Уж тем более не 60 миллионов. Как такое может быть? Поэтому настаиваю. Случилась разовая пиар-акция. С использованием технологии на круто. Ориентированная на дедушек спонсоров из Кремля. Типа о нам и какие крутые. А дальше, а дальше все. Потому что каждый раз такой фокус проворачивать слишком затратно и неэффективно. А вам не кажется, что ваше место возле параши? Нет. Сама по себе идея креативщиков УК не такая уж и бестолковая. Переманить топовых блогеров из Ютуба, а затем въехать в рай на горбу этих людей. В смысле раскрутить свою площадку за счет их популярности и привлечения их же аудитории. Но только одного желания ведь мало. Я, например, давно мечтаю у себя в огороде нефть найти. Но здесь та же ситуация. У УВК, например, нет алгоритмов продвижения. Таких, какими располагает тот же Ютуб. Рекомендованные, похожие видео и бла-бла-бла. Причем все это делается адресно. Или таргетировано, как сейчас модно говорить. Когда никому попало этот ролик показывается, а именно тем людям, которых интересует контент подобного плана, с монетизацией УВК, еще большие проблемы. У меня ведь тоже есть там страничка. Я ее веду с первого дня появления реальной журналистики в Ютубе. Разница неба и земля. Ни денег, ни славы, что называется. Я про контакт сейчас. Да, данная площадка для меня в принципе чемодан без ручки, который и тащить неудобно, и выбросить жалко, ну вроде 50 с лишним тысяч подписчиков там. Не бросать же этих людей. Вот и пру с собой тот балласт. Я все про ВК. Кстати, не я один так думаю. Хотите? Ну вот движного хотя бы для разнообразия послушайте. В России нет никаких альтернатив Ютубу и не будет. Ну, по крайней мере, при этой власти и в каком-то обозримом будущем. Никакие Рутубы, Дзены, ВК даже близко не стоят. Никакой международный бренд не будет покупать рекламу у блогеров в каком-то там Рутубе или Дзене. А вот российские рекламодатели тоже выделяют рекламный бюджет, но в основном на Ютуб. Вон инсту заблокировали, все как сидели в ней, так и сидят. Рекламу у блогеров как покупали там, так и покупают. Заблокируют Ютуб в РФ, все равно все останутся тут, потому что это свободная площадка. Здесь есть крутой контент, много блогеров, удобный сервис, и блогеры имеют возможность хорошо зарабатывать. Поэтому веретел Ютуб все ваши блокировки, сами знаете на чем. Единственные, кого они в состоянии переманить, это блогеры типа гоблина, которым на самом деле чихать и на трафик, и на алгоритмы, и на рекламодателей, потому что такие блогеры сидят на бюджетах. Их любая помойка устроит, даже одноклассники, лишь бы отчитаться перед своим начальством, мол, вон меня показывают, недаром вы мне миллионы башляете, но это уже совсем другая история. А история СВК, да еще по созданию аналогов Ютуба, я думаю, закончится да примерно тем же, чем сказка о Рутюбе. Ну, хоть как-то работает и точка. О, вот как раз и название. Для ребрендинга ребятам придумал. Да мне кажется, там и задача-то такой не стояла. Никто ее не ставил, задачу создать. Задача была поучаствовать в освоении бюджетных средств, попилить их. Вот в это я верю, поэтому о чем говори? Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Ну, а вот как раз вот это, например, видеоцитата могла бы стать неплохим резюме нашего выпуска и вообще всей этой темы с блокировкой Ютуба в России, с блокировкой вот этой самой площадки, на которой мы с вами сейчас общаемся как-то так. Все. Переваривать это была реальная журналистика. Подписывайтесь, оставляйте лайки и комментарии, а лучше и то и другое, это помогает продвижению. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока.